Всемирный день хлеба отмечается 16 октября. Праздник учрежден относительно недавно, в 2016 году. Инициативу проявил Международный союз пекарей и кондитеров. Октябрьское число выбрали не случайно. Именно в этот день создали продовольственную и сельскохозяйственную организации ООН. В России к хлебу всегда относились по-особенному. Это не просто продукт питания. Хлебные традиции складывались в нашей стране веками. Это главный и самый почитаемый элемент на столе. Хлебом с солью встречают гостей. Хлеб преломляет знак дружбы. Хлеба нужно брать в меру к обеду. Его никогда не клали на голый стол, только на скатерть. Собственный хлебозавод есть практически в каждом населенном пункте. В Северском районе работает более 20 пекарен и один кабинет. Сейчас в России выпекают около 10 различных сортов хлебобулочных изделий. Ведь каждой семье свои вкусовые предпочтения. вообще не кушаем. Почему? Либо в копилке без дрожжевой. Почему? Ну, потому что на следующий день обычные вот кабинетки хлеба, кирпичики, они как-то уже вкус приобретают, ну, не тот, который вот хочется. А батон, например, киснодарский, он и на второй, и на третий день вполне себе вкусный, да. И без дрожжевой, естественно, в копилке горячий всегда, свеженький и вкусный. Светлый, дрожжевой. Почему? Да, привыкли, наверное. Более 40 миллионов рублей направлено на развитие электросетевого комплекса Северского района. Для проведения этой масштабной реконструкции энергетикам иногда требуется вводить временное ограничение энергоснабжения. Как проводится ремонтная кампания и зачем нужны при этом отключения, эти вопросы не раз задают нам жители района. По словам энергетика, временное отключение электроэнергии вынужденная мера. Это необходимо для безопасного производства работ на линиях электропередачи и подстанционном оборудовании. В этом году на филиал ПАО Кубайнер Краснодарской телесети легла очень большая нагрузка в части выполнения разных производственных программ. Помимо ремонтной кампании, которая в этом году увеличилась у нас уже порядка в 4 раза по сравнению с прошлым, у нас проводится большая работа по энергосервисным контрактам по Северскому району и выполняются другие работы в рамках подключения тех же потребителей льготной категории. Для безопасного производства данных работ отключать непосредственно линии электропередач, выводить оборудование в ремонт, чтобы работы выполнялись не под напряжением, а с соблюдением норм техники безопасности. И исключительно развитие Северского района в этом году и эти производственные программы и приводят к большому количеству отключений. Энергетики заблаговременно информируют жителей о плановых отключениях. Во всех работах мы информируем своевременно население через единую диспетчерскую службу Северского района и в случае каких-то неплановых работ также информируем и в СМИ. Сейчас очень много популярных и сервисов, в том числе у нас присутствует контакт, инстаграм, любые абсолютно сервисы, везде все это заблаговременно можно увидеть. Помимо плановых отключений есть и внеплановые, вызванные так называемыми неотложными работами. Одними из таких причин являются ухудшение погодных условий, вмешательство в систему электроснабжения сторонними лицами, нарушение охранных зон, например, в результате ДТП и сбитых опор. О таких случаях специалисты незамедлительно сообщают в районную администрацию и единую диспетчерскую службу, информируют население через СМИ и соцсети. В 2019 году на территории Северского энергорайона проведена масштабная работа по повышению надежности электроснабжения потребителей. Мы сделали реконструкцию, поставили новых объектов, много трансформаторных подстанций. У нас работа велась по 60 объектам ТП-1004. У нас суммарно по воздушным линиям сделано нового провода более 30 километров. Заменены и установлены 450 опор, соответственно. Также занимаемся водами в здания, в ответвления, меняем их на самонесущий, на изолированный провод, дабы не было никаких у нас снизить, чтобы технологические нарушения и возможности кражи, потери электроэнергии. Среди приоритетных направлений, проводимых энергетиками, установка интеллектуальных приборов учета, так называемых умных счетчиков. Как отмечают специалисты краснодарских электросетей, умные счетчики освобождают потребителя от их содержания и эксплуатации. Установка ведется за счет инвесторов, которых привлекает компания. Другими словами, компания берет на себя ответственность и затраты по установке систем умного учета. Умные счетчики устанавливаются и в Северском районе, поскольку здесь наблюдается высокий уровень потерь электроэнергии. Только за этот год по Северскому району было выявлено потерь без договорного потребления на более чем 10 тысяч киловатт-часов. Это 56 миллионов рублей. Для понимания, организация понесла именно потерь. Не смогла эти деньги нормально инвестировать, а ведь они могли пойти также в улучшение сети, в реконструкцию действующих объектов. Получить консультацию и помощь по всем вопросам можно по телефону горячей линии 8 800 115 52. Также можно оставить обращение на портале светлаястрана.рф. Его скульптуру видели многие жители и гости Северского района, но самого автора мало кто знает. Благодаря Геннадию Мельникову из станицы Северской районный центр украшает не только цветочные клумбы. Он создатель скульптур Дон Кихота и Санчо Панца, волка из мультфильма «Жил-был пес», фонтана «Аленушка», головы Черномора, режиссера одного из пионеров русского кинематографа Александра Ханжонкова и многих других. Вместе с братом Александром Мельниковым, ныне уже покойным, создал фигуры казаков с пушкой, зверей в Северском парке, фонтан с Бабой Егой и Кащеем Бессмертным. Геннадий Мельников с детства любил рисовать, а вот скульптурой стал заниматься около 20 лет назад. Все началось с просьбы брата-скульптора помочь выполнить заказ. Геннадий Васильевич работает с металлом, бетоном, пеноблоком, пластмассой. Для работы я использую любой материал, который попадается под ручку. Все, что есть, все-всего можно сделать. С травы, с дерева, с досок, с бумаг, даже с бумаг делал. Камеры, покрышки, резины, шланги, бутылки пластмассовые. Самая любимая вещь, ну такое, красивое, что с него можно сделать. Скульптуру Геннадия Мельникова можно также увидеть в станице Брюховецкой и в селе Ольгинка Туапсинского района. Хотя автор признается, что занимается изготовлением скульптур в первую очередь для себя. Я делаю для души. Вот захотелось бы, я и делаю. Так, чтобы... Ну, делаю, конечно, заказ, но редко получается. К сожалению, многие работы автора хранятся на территории его домовладения. И увидеть их может не каждый. Но даже попав во двор Геннадию Васильевичу, не сразу рассмотришь все его извояния. Поскольку это настоящая экспозиция, где та же самая обыденная вещь наполнена искусством. В его работах немало юмора. Одна из самых запоминающихся композиция с дедом Мазаем и зайцами. Здесь автор уместил две пародии на картину богатыри Виктора Васнецова и охотники на привале Василия Перова. Геннадий Мельников не останавливается на достигнутом. Какие-то идеи находит в интернете. Что-то подсказывают дети и внуки. В планах у него немало скульптур и композиций. Хочется надеяться, что какие-то из них также в будущем украсят районный центр. Руслан Лов, Андрей Котовский, Павел Фисатиди, телерадиокомпания «Атаман». 5,5 тысяч тонн бетона, 2400 тонн металлических конструкций, 85 метров в высоту. Монумент «Родина-мать» стало символом не только Сталинградской битвы, но и всей Великой Отечественной войны. Это самый известный, самый узнаваемый арт-объект на военную тематику в России. Создавалась скульптура на 4 года дольше, чем шла сама война. «Родину-мать» строили целых 8 лет. Скульптор Евгений Вучетич долго работал над проектом. Коррективы вносились самые разные. Так, например, Никита Хрущев буквально требовал, чтобы монумент был выше знаменитой американской статуи свободы. Желание вождя воплотили в жизнь, и фигура «Родины-матери» выросла с 36 до 52 метров. Масштабы статуи соответствуют масштабам Сталинградской битвы. Эта военная операция имела колоссальное значение не только для Советского Союза, но и для всего мира. Фактически, победа под Сталинградом означала победу во всей Второй мировой. Именно эту мысль выражает архитектурный ансамбль героям Сталинградской битвы. «Мы стремились передать прежде всего несокрушимый моральный дух советских воинов», утверждал Евгений Вучетич. 200 дней длилась Сталинградская битва, и 200 ступеней ведут от подножия монумента к верхней площадке. Многие элементы этой композиции имеют символическое значение. Сейчас монумент находится на реставрации. Это сложнейший технологический процесс, учитывая размеры архитектурного объекта. Один только меч «Родины-матери» 33 метра в длину. За долгое время на памятнике появились сколы и трещины, которые устранят к 75-летию Великой Победы 2020 года. Глина, грязь, вода и прочие прелести бездорожья – обязательное испытание гонок на Урале. 35 экипажей пробуют преодолеть преграды, созданные самой природой. А завязнуть в грязной жиже – просто часть экстремальной забавы. Болото наше уральское, оно ничем не заменимо. То есть никакой ни карьер, ни вода, ни песок, ни глина ничем это не заменит. Потому что это трясина, это такой определенного рода спортивный такой интерес, адреналин – преодолеть его, проехать, вытащить свой автомобиль. Завязнуть в грязи не страшно. Главное – вытащить автомобиль самостоятельно. Поэтому без лебедки здесь сделать нечего. Машинам также необходим форсированный двигатель и воздушный коллектор, который защищает мотор от воды. Ну, лучше всего, конечно, трасса – это когда в ней присутствует все. То есть и вода, и болото, и скалы. Потому что, ну, у каждого машина подготовлена по-разному. У кого-то машины основаны на том, что она на скоростные участки лучше себя показывает. У кого-то, наоборот, по болоту она… То есть она тихоходная, но в болоте она очень хорошо себя ведет. То есть… А когда трасса смешанная, то есть, ну, у каждого есть шанс показать себя, проявить. Экипажам дается две попытки на преодоление трассы. Но даже одну завершают не все. Поломка переднего привода, то есть не предназначены стандартные запчасти для таких условий. Надо все усиливать и так далее. Ну, все в планах, все в будущем. Поэтому, я думаю, будет все нормально. Будем участвовать. В соревнованиях участвуют три категории машин. Стандартные не претерпели никаких изменений, поэтому для них подготовлена трасса полегче. Автомобили категории «Туризм» немного доработаны и уже меньше боятся трудных участков. Экстремалы далеко ушли от оригинальной модели. А есть и машины, собранные с нуля. Данная машина собрана полностью самостоятельно, собственными руками. Нет никакой абсолютно базы. Она не бралась как пример. Это были собственные чертежи, это собственные разработки. Все по запчастям, которые были, либо находились, они устанавливались на эту машину. И теперь это все в комплексе работает. В ралли по бездорожью испытали свои новые возможности команды из Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска. Продолжение следует... Бабушка, ты же в пенсионном фонде. Так я уже вот, все сделала. Получайте государственные услуги пенсионного фонда через интернет. Рассчитать будущую пенсию, подать заявление о назначении пенсии или социальных выплат, выбрать способ их доставки и многое другое. Теперь на сайте пенсионного фонда. Пойду к подруге. Не все же можно делать удаленно. Пенсионный фонд России Зачем он тебе нужен? Рано или поздно он тебя бросит. Не усложняй себе жизнь. Нет, не бросит. Никогда. Я его уже люблю. Поздно. Но вам негде жить. Мне все равно. Он мой. Я его никому не отдам. Мам, я же тебе сказала, люблю. Да что ты знаешь о любви? Ты еще молодая и глупая. Избавься от него. Мам, ты не понимаешь. Я твои ошибки не повторю. Я его сохраню. Это мой малыш. Субтитры подогнал «Симон»